Теперь мы на спорте! Сегодняшний гость был никем иным, как комментатором этого самого события, поэтому о всех перипетиях ралли Вятка 2020 года мы узнаем именно от него. Вадим, поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от ралли Вятка 2020 года. Что вообще происходило и какой след оставило в вашей памяти? Здравствуйте, друзья! Можно с уверенностью сказать, что прошедшая ралли Вятка стала самым представителем по составу участников и самым интересным по своей спортивной составляющей за все предыдущие годы. И вот почему. Наш город неожиданно стал ареной яркого соперничества сильнейших профессиональных команд из Санкт-Петербурга, обычно воюющих между собой на чемпионате России по ралли. В Киров на первый этап Кубка России они привезли современные спортивные хэтчбеки Skoda Fabia и Ford Fiesta заводской подготовки. На этих машинах международной группы R5 разыгрывается чемпионат мира в низших категориях и чемпионат Европы в абсолютном зачете. При всей своей миниатюрности и дальнем сходстве с серийными образцами эти машины имеют минимальный вес 1250 кг, оснащаются спортивной подвеской с увеличенными ходами, полноприводной трансмиссией, бензиновым мотором 1,6 литров с турбонаддувом, выдающей мощность порядка 280 лошадиных сил в базовой версии, расширенной колеей, улучшенной аэродинамикой. За три секунды этот автомобиль разгоняется от 0 до 100 км в час для сравнения Формулы-1 за полторы. Автомобили международной группы R5 завод продавал по цене 180 тысяч евро. На вторичном раллийном рынке они стоят дешевле. Разумеется, экипажи на автомобилях международной группы подготовки не получали зачет в Кубке России, а боролись только за абсолютную победу в ралли «Вятка». С одним из таких экипажей в качестве тренера в Киров приехал самый известный инструктор по вождению автомобиля, чемпион России и Эстонии, двух знаковых барьеров на пути к успешной международной карьере, двукратный чемпион Европы по ралли Алексей Лукьянюк, также живущий в Санкт-Петербурге. Вадим, вы сказали, что пилоты из Санкт-Петербурга вели здесь ожесточенную борьбу на ралли «Вятка». Почему так получилось? Потому что все международные старты пока закрыты из-за коронавируса или наоборот ралли «Вятка» имеет такой статус среди пилотов, что они готовы сюда ехать из северной столицы и бороться здесь за победу? В общем-то, в нынешних условиях соревнования проводятся в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции. И, конечно же, возможны также, как и во всем мире, переносы гонок в России. В общем-то, уже и в Европе были отменены ряд важных стартов, в частности, этап чемпионата мира в ралли «Швеция», который должен пройти в феврале, также уже отменен. И, в общем-то, уже организаторы ралли «Монте-Карло» тоже подумывают о сокращении маршрута. И вполне возможно, что и чемпионат России, также может быть перенос старта, который запланирован на конец января в Карелии. Ну, в общем-то, это, наверное, одна из главных причин в том, что потренироваться просто приезжают сюда, ведущие команды, так было всегда перед чемпионатом России, потренироваться, привозят, в общем-то, свои сильные экипажи. В прошлом году у нас была примерка такого старта. Приезжал Роман Русских из Гатчины, вывел первый раз на трассу «Шкода-Фаби», в этом году уже таких машин было две, плюс еще и «Форд Фиеста». И был прототип раллийный. В общем-то, вот, интересен, конечно же, российским раллистам, кировский этап, он очень хорошо расположен в календаре. Я правильно понимаю, что ралли «Вятка» достаточно представительный был контингент пилотов? Здесь и мастера спорта международного класса, и мастера спорта по автоспорту Российской Федерации? Все правильно, Антон. На старт этапа Кубка России в Кубке классификации заявился 31 экипаж, и по составу участников это было два мастера спорта международного класса, штурманы с международной карьерой разного возрастного поколения, и 13 мастеров спорта вышло на старт этой гонки. В общем-то, четыре кировских экипажа, среди которых были кандидаты мастера спорта. Насколько кировские экипажи, пилоты и штурманы показали себя на фоне ведущих раллистов страны? Смогли ли поддержать марку или, наоборот, их выступления на домашнем этапе можно считать, ну, если не провалом, то, скажем так, неудачей? Ну, были причины для того, чтобы не выступить так, как, в общем-то, мы на то рассчитывали. Основные надежды были связаны с экипажем, который стартовал в абсолютном зачете гонки. Это Андрей Рыков, кандидат мастера спорта, кировчанин, и кандидат мастера спорта из Москвы Игорь Удалов на Subaru Impreza. Андрея Рыкова был очень успешный сезон в 2018 году, когда он на первом этапе сошел на вятке, но потом он трижды поднимался на подиум российских гонок, и в середине сезона кировчанин занимал третье место в таблице общего зачета по Кубку России. Ну, вот две гонки, которые он провел позднее, в Ростове-на-Рону был сход по двигателю у него, и потом не получилось ралли в Вазбесте, там был очень яркий прыжок, но с неудачным приземлением. В итоге Андрей все-таки показал наилучший результат из всех кировских пилотов в абсолютном зачете Кубка России. Я говорю сейчас об абсолютном зачете, где соревнуются лучшие пилоты и на полноприводных автомобилях. Восьмое место в итоге. Ну и вот вятки, к сожалению, ему не даются, Андрею. В общем-то, в основном технические сходы происходят, что произошло и на этот раз. Он также неплохо начал ралли, занимал восьмое-седьмое место в абсолютном зачете гонки, показывал результаты на уровне тех пилотов, которые боролись за Кубок России, не считая головки гонки, где шли гонщики, представляющие, в общем-то, чемпионат страны. И также по трансмиссии он сошел на спецучастке Порошина, это был пятый спецучасток гонки. Ну а от остальных экипажей, конечно же, мы ждали, может быть, и меньшего, но они показали себя, в общем-то, хорошо. Еще один сошедший экипаж – это Клима Байкова в качестве штурмана и Станислава Лопатина в качестве первого водителя экипажа. Они боролись за призовые места в 1600-м, классификация моноприводная, но также сошли из-за поломки привода на спецучастке. Значит, Павел Усатов и Николай Никулин. Николай Никулин – гадидат мастера спорта. Павел Усатов – самый водоучастник гонки, 19 лет ему, он выступал на автомобиле ВАЗ-21-01, но очень такой солидной, хорошей подготовки. Значит, он занял четвертое место в своем классе 1600-м, ну и по ходу спецучастков показывал, в общем-то, хорошие результаты. Ну, а самым успешным экипажем на этой гонке стали вторые призеры с зачета 1400-м – Михаил Кулдов и Андрей Смертин. Они выступали на ладе Калини. В прошлом году у них состоялась примерка. Совместный старт, первый старт на ралли «Вятка» был сход. Потом они поехали на второй этап ралли «Борда» в Пермский край. Кубок России там заняли пятое место и уже вкатились, хотя были максималки там высокие, но вот, в общем-то, показали хороший результат. И вот у них третий совместный старт. Значит, они шли на втором месте, на втором месте в 1400-м. В общем-то, финишировали успешно гонку. Ну и собираются продолжать, собираются выезжать уже на второй этап Кубка России в «Борду». Ну, в общем-то, планы далеко идущие, и старт, успешный старт на ралли этому поспособствовал. Спасибо. Вы уже сказали, что несколько экипажей выбыли из гонки по техническим причинам. Девять экипажей, если я не ошибаюсь, не доехали до финиша. Организаторы пишут, что не справились с погодными условиями. Неужели было так холодно, что не выдерживала техника, специально подготовленная для ралли? Ну, у нас погодные условия повлияли во многом на ход гонки. В частности, взрывались колеса прямо на спецучастке. Вот если рассказывать как раз-таки о ходе борьбы в абсолютном зачете гонки, то с первых спецучастков лидерство захватил московский экипаж Игоря Буланцева и Михаила Гендельмана из Санкт-Петербурга. На «Шкода Фабия Р-5» они выиграли первое и второе прохождение спецучастка «Лесная сказка». В общем-то, в Сидоровке они сохранили вторую и третью позицию на спецучастке и сохранили лидерство. А вот на обратном прохождении Сидоровки, который назывался спецучасток «Порошина», у них случился незадолго, правда, до финиша, взорвалось колесо. Они потеряли на этом 19 секунд и потеряли лидерство в гонке. Но потом они продолжили бороться и выиграли последний спецучасток. В итоге все-таки на технике международного класса они остались на третьей призовой позиции в абсолютном зачете гонки. Ну а насчет сходов остальных машин, тут причины совершенно разные, может быть, не связаны даже с погодой. Единственный раллийный прототип «Форд Фиеста Прота», который был представлен на нашей гонке подмосковной командой «Крамор Мотор Спорт», сошел из-за поломки коробки передач и вообще на протяжении первых двух спецучастков, что машина участвовала в гонке, Алексей Аксаков, мастер спорта из Шатуры, испытывал явные проблемы и на таком автомобиле, на таком крутом, я бы сказал, автомобиле, держался в середине канала, то есть совершенно не соответствовало возможностям этой машины. Ну и также были и вылеты у нас с трассы. Например, Иван Смельцов из Чебоксар на Mitsubishi Lancer Evolution 7 демонстрировал очень высокие результаты. В какой-то момент он уже боролся за третье место в абсолютном зачете Кубка России, даже за второе, но также вылетел на спецучастки Сидоровка, не справился с управлением. Я думаю, что погодные условия не сильно повлияли. Тут, в общем-то, был накал борьбы, была плотная борьба, что в абсолютном зачете, где экипажи боролись за секунды, в общем-то, за считанные секунды, что в остальных зачетных категориях. Так что я думаю, что тут было все. А что говорят сами пилоты, сами штурманы, насколько спецучастки были сложными? Я задавал вопрос Алексею Лукинику, чемпиону Европы, действующему чемпиону Европы этого года, который как раз-таки поприсутствовал и в прямой трансляции, дал интервью. Он сказал, что, в принципе, трасса ралли «Евятка» специфичная, но такие дороги надо уметь ехать, она нисколько не простая. Так что, в принципе, экипажи, которые даже принимают участие в чемпионате России в межуродных стартах, в общем-то, не сказали, что у нас какая-то такая незамысловатая трасса. Тем более, что некоторые спецучастки, они представляли себе комбинацию лесных дорог и полевых дорог. В лесу были крутые такие интересные повороты, а на дорогах, в полях, которые были проложены, там была важна максимальная скорость, ходы подвески. Как раз-таки именно ход подвески, стойки «Макферсон», которые используются на «Шкодах» «Фабия», очень помогали им преодолевать такие неровности. И в полете колеса продолжали цепляться, потому что колеса вывешивались, в общем-то, на немыслимую такую величину, в общем-то. И на прямых скоростных участках тоже автомобили международной группы подготовки, в общем-то, были самыми лучшими, самыми быстрыми. Получается, нужен такой вкат был в трассу? Да, конечно, и вкат, в трассу, но для спортсменов, которые принимают участие в раллийных соревнованиях очень давно, это, в принципе, как бы уже на первом спецучастке, они проезжают довольно-таки быстро, проверяют стенограмму, уже на втором они уже топят, как бы, и на всю катушку. И в этой гонке был интересный очень эпизод, когда гонщик из Екатеринбурга, конец от Мастера Спорта, один из растилов, один из самых перспективных наших ролистов, чемпион России 2018 года в зачете N4, В общем-то, дал бой на автомобиле старой Mitsubishi Lancer Evolution 8, другой весовой категории, эта машина и тяжелее, но двигатель в ней помощнее немножечко, благодаря вот такой группе подготовки. Дал бой этим вот автомобилям Skoda Fabia, в общем-то, выиграл третий спецучасток гонки, шел вторым в общем зачете, но потом все-таки на втором месте, кстати, он и финишировал в общем зачете, стал обладать победителем этапа Кубка России, поскольку выступал на автомобиле, который получал зачет в Кубке России. Ну, в общем-то, между двумя экипажами на Skoda Fabia расположился вот такой гонщик, благодаря опыту, благодаря мастерству на автомобиле, ну, менее крутой подготовки. Вадим, а чем для вас запомнилась ралли «Вятка», что отложилось в памяти больше всего? Мне запомнились, в общем-то, два момента. Первый из них, это, конечно, организация прямой трансляции, такого никогда не было. В общем-то, в условиях сохранения риска коронавируса, когда зрители не допускались на спецучастки, это был, в общем-то, подарок, настоящий подарок для любителей автомобильного спорта. И мне запомнился приезд в наш город, в провинциальный город двукратного чемпиона Европы по ралли Алексея Лукиника. Это, в общем-то, было большой неожиданностью и стало приятным сюрпризом. Я надеюсь, в следующем году ралли тоже состоится? Да, ралли «Вятка» уже включена в единый календарный план Российской Автомобильной Федерации. Также первым этапом, также в декабре, откроет многоэтапную серию, которая завершается по традиции в сентябре гонкой в Скове, Пушкинские горы. Там будет финал, но у нас все начинается. Большое спасибо. Заканчиваем нашу программу на спорте. Напомню, что сегодня мы обсуждали недавно завершившееся ралли «Вятка», а со мной вместе в студии находился спортивный комментатор Вадим Гусейнов. Вадим, спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.